Осуществлялось послабление режима. Не привлекался к самому ответственности определенное время. Также мог без препятствий уехать за бедную колонию. Свидетель, сотрудник управления собственной безопасности ГУФСИН, называют причины, из-за которых осужденные не скупились на спиртные напитки. Как следует из обвинения, алкоголь доставляли в административное здание колонии с помощью водителей такси. Осужденные через интернет оплачивали стоимость покупок и услуги по доставке по нужному адресу. А в эпизоде с мошенничеством Горькую, заместителю начальника, привезли прямо в квартиру. Офицер находился у себя дома на выходном. С чем связано мошенничество? С тем, что подсудимый, как это при идеальном обвинении, пообещал помочь вернуть сотовый телефон, который был изъят у одного из осужденных на территории колонии, исправительной колонии. Но фактически не намеревался выполнять свои обещания по возврату этого телефона. Этот осужденный пожаловался на коварные действия заместителя начальника зоны Управления собственной безопасности. Однако подсудимый вину свою не признает. Утверждает, что происходящее связано с кадровыми перестановками в системе ГУФСИН. Якобы его принуждали дать показания против вышестоящего коллеги. После того, как отказался, против него сфабриковали дело. Вы говорили мне, что поставлена задача руководства десятой колонии до конца года уволить. И она будет выполнена любым путем. Поступали ли такие вот угрозы, что у тебя есть дочь, болеет диабетом, подумай о ней. Сейчас опальный сотрудник ГУФСИН рискует разделить участь своих же подопечных. За преступления, в которых его обвиняют, ему грозит до шести лет лишения свободы. Но мужчина рассчитывает на оправдательный приговор. После чего планирует через суд восстановиться в занимаемой должности. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.